Всем привет! Меня зовут Аня. Сегодня я вам расскажу про применение искусственного интеллекта, а если быть точной, дипленинга или глубокого обучения в медицине и здравоохранении. Сначала немножечко о себе. В феврале исполнилось 6 лет, как я работаю в Intel. За это время я сменила несколько должностей. И вот последняя и текущая – это инженер-программист в области глубокого обучения. Сегодня я работаю над проектом OpenVIN. Это такой набор инструментов и библиотек для программистов, нацеленный на то, чтобы ускорить инференс или вывод глубоких нейронных сетей на различных платформах Intel. Но работаю я не как разработчик, то есть я не контрибьючу код на GitHub, а я работаю с нашими заказчиками. Потому что не всегда достаточно только сделать просто крутой продукт, но в любом самом идеальном продукте все равно найдутся какие-то баги. Нужны будут обязательно новые возможности, новые фичи. И также я провожу презентации, отвечаю на вопросы и многое другое. Почему же вообще я занялась такой темой, как искусственный интеллект в медицине? Дело в том, что ряд заказчиков, с которыми я работаю, это различные компании, например, FGP, General Electric, Philips, они имеют свои департаменты, которые связаны с здравоохранением и реализуют там как раз проекты в области медицины. Поэтому я решила тоже углубиться немножко в эту сферу. И сегодня у меня будет такая обзорная презентация. Начнем мы с глобальных проблем здравоохранения. Затем перейдем к более конкретным задачам искусственного интеллекта в медицине. И в конце поговорим о том, что на самом деле мешает развитию и уже интеграцию в реальные продукты, в ленингах, в медицине. Ну, начнем с проблем. На самом деле, я думаю, что многим из вас некоторые из этих проблем знакомы. Первый из них – это нехватка квалифицированного персонала. Особенно остро это чувствуется сейчас, во времена пандемии, когда это всюду говорят, что врачей не хватает, инфекционистов достаточно мало. И даже переквалифицируют врачей из других смежных областей медицины. Ну, и на самом деле, еще до пандемии, может быть, вы встречались с такой ситуацией, когда было сложно записаться к какому-то специалисту, и приходилось ждать недели, а то, может быть, и месяцы. Следующая проблема, которая частично выходит из первой – это высокие цены на медицинские услуги. В целом, нам в России достаточно повезло, у нас есть ОМС и медуслуги бесплатной медицины, она доступна каждому, но не всегда ее выбирают, пользуются также услугами платных клиник, которые сейчас тоже количество их растет, и там уже визит к доктору стоит значительно. Плюс есть еще различные платные услуги, платные анализы, платные, например, снимки, которые также могут быть очень дорогими. Ну, и так как желающих полечиться всегда много, они генерируют данные, то есть те же снимки, все это растет, растет нагрузка на медперсонал. Медперсонал из-за высокой нагрузки может тоже делать какие-то ошибки. И как же вообще искусственный интеллект может здесь помочь? Для ответа на этот вопрос давайте обратимся к статистике на примере услуги компьютерной томографии. Не знаю, как в Япутске, у нас в Нижнем Новгороде из-за пандемии практически на всех остановках была сейчас реклама компьютерной томографии, потому что это один из способов постановки диагноза COVID-19. Так вот, из чего же складывается высокая стоимость данной услуги? Казалось бы, здесь нужно дорогое оборудование, дорогие какие-то материалы эксклюзивные, но это по факту не совсем верно, потому что 40% стоимости компьютерной томографии – это оплата труда радиологов, еще 40% – оплата труда другого медперсонала. И только 20% стоимости мы платим за использование оборудования и каких-то расходных материалов. И надо сказать, что вот этот вот труд врачей и медперсонала, он достаточно рутинный и такой машинный. И здесь задача искусственного интеллекта, она ни в коем случае не состоит в том, чтобы отобрать рабочие места у людей, а наоборот, чтобы помочь, чтобы разгрузить врачей, чтобы заменить вот этот вот машинный труд и дать врачам возможность работать над какими-то более интересными для них исследовательскими задачами. Ну и в то же время, конечно же, всегда автоматизация, она несет за собой снижение стоимости. Таким образом, появится возможность делать такие анализы у более большого количества населения. В целом, это может привести к тому, что человечество станет немного здоровее. Если рассматривать более конкретные задачи искусственного интеллекта в медицине, их можно разделить на четыре части. И первый из них – это медицинская визуализация, то есть представление внутренних органов человека различными способами. Сюда можно отнести рентгеновские снимки, опять же, компьютерная и магнитно-резонансная томографии, ультразвуковое исследование и прочее. И все эти методы, они очень активно используются в различных отраслях медицины, в стоматологии, в онкологии, в гастроэнтерологии, в гинекологии и прочих. Следующая группа – это исследование лекарств. На изобретение нового лекарственного препарата уходит очень много времени и усилий. Сейчас это примерно 5-15 лет. И, конечно же, нельзя ждать, потому что, когда появляется какой-то новый вид заболевания, например, это тот же ковид, я сегодня к нему еще буду возвращаться в этой презентации, это такая наболевшая тема, то нельзя ждать 5-10 лет, пока люди погибнут или сильно заболеют. Чтобы найти новое лекарство, нужно действовать уже сейчас. И здесь, конечно, нельзя обойтись без использования компьютерных мощностей. И также нейронные сети искусственные могут нам тут тоже помочь ускорить этот процесс. Например, для репозиционирования лекарства. Вот появился ковид, мы хотим посмотреть, какие существующие лекарства могут оказаться эффективными против него. Следующая группа – это удаленное наблюдение за пациентами. Это автоматизация и помощь сиделкам. Также популярное направление, как наблюдение за соблюдением рекомендаций врача. То есть, насколько точно пациент выполняет предписанные ему рекомендации. И существуют различные рекомендательные системы. И, например, приложения, которые помогают по некоторому списку вопросов понять, что может скрываться за теми или иными симптомами. Например, в Европе популярное такое приложение, оно называется «Ада». И оно даже помогало понять, больны вы ковид или нет при помощи вопросно-ответной системы. И также подсказывало, куда вы дальше можете обратиться. Ну и последняя группа, которая кажется такой наиболее фантастичной – это роботизированная хирургия и удаленное обучение. При словах «роботизированная хирургия» наверняка вам представляются какие-то фантастические кадры из фильма, где в космическом корабле человек садится в капсулу, выбирает в меню вид операции, и такой присылается уже прооперированной. Конечно, это сейчас до сих пор фантастика, но некоторые шаги, направленные сюда, уже существуют. Например, у меня коллега помогал компании Hisense ускорить их алгоритмы для создания системы ассистенты легочных операций. То есть такая система, она помогает определить, какую часть легкого нужно удалить, подлежит ли весь орган удаления или можно обойтись удалением какой-то его части. Если говорить о удаленном обучении, здесь применяется виртуальная и дополненная реальность, когда, например, не нужно препарировать, грубо говоря, утрированную лягушку, а можно это все рассмотреть с помощью современных технологий. И популярны также вопросы на ответные системы, которые извлекают из медицинских, высокоспецифичных, наполненных метод терминологией баз знаний, ответы на определенные вопросы, которые можно формулировать в свободной форме. Сейчас давайте рассмотрим каждую из этих задач более подробно. Я покажу то, какие данные, каким образом их получают, как их анализировать. И начнем мы с медицинской визуализации. Я вам покажу, собственно говоря, картиночки. Начнем мы с самого первого появившегося в мире метода медицинской визуализации. Это рентген. И здесь разделяют проекционную радиологию и флюороскопию. Объединяет их то, что оба анализа основываются на рентгеновских лучах, где у нас есть какой-то генератор этих лучей и проектор, в помощь которого генерируется картинка. Но в случае проекционной радиологии мы получаем единичный снимок, а в случае флюороскопии там можно рассмотреть орган, если требуется в режиме реального времени. Если переходить уже к трехмерным исследованиям, здесь можно видеть компьютерную и магнитно-резонансную томографии. Глобальная разница заключается в том, что компьютерная томография основана на все тех же рентгеновских лучах, которые считаются не самыми полезными для человека, а в случае магнитно-резонансной томографии используют явление ядерного магнитного резонанса. Но, как вы видите на слайде, в принципе, оборудование устроено похоже. То есть если в случае рентгена у нас излучение подается из какого-то одного из одной точки, из одного ракурса, то здесь оборудование позволяет подать излучение с различных углов и посредством метода получить уже трехмерное изображение. Но на самом деле сырое изображение, которое появляется из компьютерной магнитно-резонансной томографии, оно выглядит совсем не так, как мы это представляем. Как раз сырые данные изображены у нас тут слева на картинке и представляют собой они такую камерную матрицу, где в целом разглядеть орган мы, конечно же, не можем. И чтобы уже получить какое-то членораздельное изображение, нужно этот сигнал оцифровать. Для этого применяют преобразование Фурье. Также, так как это на самом деле очень большие объемы данных, было бы здорово избавиться от шума и оставить только ту часть, которая несет действительно какую-то информацию. Кроме того, данные с МРТ обладают еще некоторыми другими особенностями. Они хранятся в трех анатомических проекциях. Это горизонтальная, сагитальная и фронтальная. Также они обладают тремя модальностями. Т1, Т2 взвешенный и так называемый флеер. Модальности можно провести такую аналогию с RGB-каналами обычного изображения. И между модальностями состоит разница в том, с какой частотой подавался сигнал, сколько времени ушло между подачей сигналы и приемом обратного сигнала. Для таких данных существуют специфичные форматы хранения. Например, это могут быть Nifty или Dicom. Эти форматы, они на самом деле сейчас очень развитые. И существует множество визуализаторов для них, платных, бесплатных. И в языках программирования, например, в Python есть специальный модуль, чтобы работать с такими типами данных. Хочется еще отметить про то, что размер данных даже после оцифровки, какой-то чистки, он все равно остается большим. То есть, например, одно изображение Dicom, оно может быть, если сравнивать с другими картинками, в формате больше, чем 4К. Следующий вид исследования – это УЗИ. Я думаю, вы тоже с ним не раз сталкивались. Здесь на картинке приведен такой самый популярный пример, который приходит на ум. Это диагностика новорожденных. Смысл исследования УЗИ очень прост. У нас есть какой-то источник ультразвукового сигнала, а также приемник, который получает обратный сигнал. И таким образом формируется такая вот картинка. В целом, хочется еще отметить, что УЗИ применяется не только для того, чтобы работать с новорожденными, точнее, с плодом ребеночка, но также есть УЗИ других органов, щитовидки, вен и прочие применения. Следующий слайд у нас на самом деле не для слабонервных. Такое небольшое предупреждение, потому что здесь речь идет про эндоскопию. Эндоскопия – это также исследование внутренних полостей и органов человека, и оно проводится при помощи эндоскопа. На самом деле, первый эндоскоп изобрели достаточно давно, в начале XIX века, и он представлял из себя систему линз и зеркал, а свет падал от свечи. Довольно-таки давно у людей появлялось желание заглянуть куда-то внутрь. Сейчас, конечно, современные эндоскопы представляют собой какие-то трубки с камерами. И также в гастроэнтерологии, где эндоскопии достаточно популярны, хотя эндоскопия не ограничена только на гастроэнтерологии. В других областях, например, у лоров, прочих врачей, это тоже достаточно популярно. Так вот, вернемся к гастроэнтерологии, и там существует такой метод, как бесконтактная капсульная эндоскопия, когда в такую пилюлю встраивают камеру, человек ее проглатывает, и на всем пути желудочно-кишечного тракта делает много-много снимков. И эти снимки вы также можете увидеть на слайде. На первом из них представлен совершенно здоровый желудочно-кишечный тракт, на втором присутствует открытое кровотечение, и на третьем кровотечение у нас находится в ремиссии. И такие картинки уже можно анализировать при помощи искусственного интеллекта, нейронных сетей и прочих логаритмов. Последний метод медвизуализации, о котором я хотела бы поведать, это термография, то есть использование инфракрасных камер, чтобы уловить тепло, которое исходит из тела человека. Наверное, то, что вам сейчас уже пришло на ум, это применение просто для измерения температуры тела, например, чтобы не пустить в самолет тех, у кого она достаточно высокая. Но на самом деле термография имеет и более глубокие применения. Например, в онкологии считается, что опухоль, она излучает больше тепла, и при помощи термограммы можно лучше локализовать опухоли. Задачи медицинской визуализации могут быть решены при помощи различных методов компьютерного зрения. И здесь можно выделить, в принципе, те же самые задачи, что и при анализе объектов реального мира. То есть есть задачи классификации, когда нам, например, нужно понять, болен человек или здоров, при постановке диагнозов, детектирование объектов. Например, здесь на картинке представлена детекция головы будущего малыша и очень популярна задача сегментации. Здесь вот я взяла картинку из такого датасета под названием Brain Humor Segmentation – это датасет, который относится к одноименному челленджу, то есть сегментация опухолей мозга. Можно как сегментировать саму опухоль и также сегментировать части опухоли. Да, опухоль имеет различные части, и в целом это все применимо для их тоже локализации. Если говорить о конкретных архитектурах нейронных сетей, которые используются здесь, здесь тоже то же самое, те же нейронные сети, как и, например, в видеонаблюдении. Например, для классификации используются VGG, ResNet и прочее. Для детекции, например, это SSD и YOLA. А вот для сегментаций популярна такая модель под названием UNET. Существует две версии. Одна двухмерная, другая трехмерная, соответственно, для данных. Здесь представлена схема двухмерной модели. Когда мы сегментируем изображение, мы все больше детализируем, извлекаем мелкие фичи. А для того, чтобы вернуться и локализовать нашу сегментацию на исходной картинке, выполняется операция Upsampling. В целом, данная модель проявила себя достаточно хорошо, даже когда она была натренирована на не таком уж большом дата-сете. Поэтому ее любят в медицине. Перейдем к следующей группе, к исследованию лекарств. Здесь можно выделить несколько задач. Первая из них – предсказание свойств лекарства. Лекарство представляет собой какое-то соединение, какую-то молекулу. И нам интересно, какими свойствами оно обладает. Например, свойствами могут быть растворимость, токсичность, выводимость из организма. И когда мы создаем похожую систему, мы на вход подаем какое-то соединение. И оно должно быть закодировано одним из представленных способов. Первый из них – это молекулярный след, когда молекулу кодируют как бинарный вектор. Следующий вид – тексты представления. Есть несколько стандартов. Вот вы прямо внизу слайда можете увидеть пример закодированной молекулы. И для последующего анализа здесь используют методы, позаимствованные из анализа естественного языка. Например, какие-то рекуррентные нейронные сети, ЛЗТМ, например. И третий вид – когда мы смотрим на химическое представление модели, очень легко проассоциировать, что оно похоже на граф. И вот третье представление – оно как раз графовое. И здесь на этой картинке просто вместо тысячи слов представлена разница между обычными конволюционными сетями и графовыми сетями, которые как раз используются для анализа таких представлений. Ну а следующая задача – это предсказание взаимодействия лекарства и его мишени. В целом, так как я данную область рассматриваю все-таки со стороны IT, а не через призмы медицины, я могу какие-то термины путать. И вот сейчас я расскажу то, как… Ну, очень утрировано, как я все это понимаю. В общем, когда создается лекарство, чтобы вылечить человека, нужно воздействовать на причину заболевания. Причиной заболевания может быть либо какая-то бактерия, либо вирус, например. И чтобы убить бактерию или вирус, которые состоят из белков, как все живое, нужно разрушить белок. То есть получается, что мишень лекарства является белок, и нам необходимо узнать, будет ли вообще наше соединение взаимодействовать с нужным нам белком. Здесь можно оценить это взаимодействие бинарное, то есть взаимодействует либо нет, или при помощи какого-то вещественного числа оценить именно силу взаимодействия. И последнее здесь – это изобретение новых лекарств. Данная задача немного обратно от первой. То есть раньше мы хотели узнать, какими свойствами обладает лекарство, а теперь нам нужно создать новое лекарство, которое обладает нужными нам свойствами. И здесь применяются различные автоэнкодеры и генеративные модели нейронных сетей. Перейдем к удаленному наблюдению за пациентами. Здесь у меня всего лишь один слайд, потому что сложно на самом деле объединить все это. Очень обширная область, о ней можно также несколько часов разговаривать, много чего можно придумать. Подобные системы, они, например, могут распознавать падение. Можно их применять не только к тяжелобольным, а, например, еще к пожилым людям. Если пожилой человек упал, а тяжелобольной человек упал, то, скорее всего, им нужна срочная медицинская помощь, поэтому распознавание падения на самом деле так важно. Также таким образом можно помочь людям с болезнями сердечно-сосудистой системы, диабетом, различными болезнями мозга и ментальными расстройствами. Данными здесь могут поступать электрокардиограммы, электроэнцефалограммы, пульс, давление, температура, геолокация, уровень сахара в крови и прочее. И источниками могут быть носимые устройства, как специализированные медицинские, так и обычные. При помощи камер тоже можно извлечь достаточно много информации. Я знаю, что сейчас, например, можно пульс камеры померить. Ну и, конечно, так как сегодня компаньон каждого человека – это смартфон, то из них тоже можно извлечь очень много данных и сделать какие-то приложения, которые помогают сидеть за пациентами. Перейдем уже к финальной такой части. Поговорим о том, что может препятствовать внедрению искусственного интеллекта в область здравоохранения и о том, как можно всего этого избежать. Если вы знакомы с машин-леунингом, с дип-леунингом, вы наверняка знаете, что успех на тренированной сетке напрямую зависит от данных. И важно не только качество самих данных, но большую роль играет количество. То есть, чем больше данных мы использовали для тренировки сети, тем более высокую точность она в итоге покажет. Не каждое отдельное медицинское учреждение обладает достаточным количеством данных, чтобы натренировать точную нейронную сетку. И тут еще возникает проблема переобучения данных. Если тренировать сетку на маленьком датасете, то она очень будет хорошо показывать свою точность на нем, но очень плохо работать на каких-то новых данных. Поэтому в целом было бы здорово собрать из всех медучреждений, из всех госпиталей, как в примере на картинке, эту информацию, собрать их на один какой-то сервер или отдать какой-то лучшей IT-компании, им тренировать там качественную модель. Но все не так-то просто, потому что очень остро стоит проблема приватности. Не каждый человек захочет, чтобы его данные, тем более о такой чувствительной вещи, как здоровье, передавали каким-то третьим лицам, кто-то, чтобы вообще их видел, кроме непосредственно лечащего врача. Кроме того, я приводила пример по поводу данных с МРТ-одиком, что там одно изображение занимает очень много места на диске в памяти, и когда нужно передать несколько таких данных, нужно хорошее интернет-соединение, нужны большие мощности, чтобы все это хранить. Поэтому все не так-то просто. Но как же можно с этим бороться? Придумали использовать такой подход, как федеративное обучение или федеративный леонид, который был придуман компанией Google. Тогда еще речь шла вовсе не о медицине. Google тренировали свой алгоритм для системы автодополнения на смартфонах на Android. Они придумали как раз подход, когда можно тренировать модель непосредственно на устройстве, и при этом, чтобы данные с этого устройства не покидали сам девайс. То есть понятно, что своей перепиской вы также не захотите ни с кем делиться, как о какими-то медицинскими данными. В чем же заключается сам подход? У нас есть какая-то начальная модель. Можно я лазер включу? У нас есть какая-то начальная модель. Она отправляется на устройство, где на каждом устройстве она немножечко дотренировывается на тех данных, которые там находятся. Естественно, это происходит, когда телефон на зарядке и нет других каких-то задач. Далее эта самая модель, она инкриптится. То есть данные ни в коем случае не покидают устройство. Покидают устройство только модель, причем в зашифрованном виде. Она отправляется на определенный агрегационный сервер, где веса моделей со всех устройств, они определенным образом суммируются и усредняются. И затем в итоге получается какая-то новая промежуточная модель, которая проходит все тот же путь. Вот так вот итеративно. Как же это все выглядит в сфере здравоохранения? То есть по сравнению с централизованным обучением, федеративное обучение выглядит следующим образом. У нас есть какая-то модель. Она отправляется в данном примере в несколько госпиталей, где надо обучаться на тех данных, которые принадлежат этим учреждениям. И только модель опять же отправляется на сервер, где происходит обновление этой модели. И дальше все происходит итеративным путем. Насколько же эффективен данный метод федеративного обучения? Над этим размышляли авторы данной статьи. И здесь они исследовали также другие методы совместного обучения без распространения данных. То есть на самом деле не только федеративный леунинг существует. Также они здесь рассматривали другие методы. Например, institutional incremental learning, когда у нас модель отправляется сначала в первый госпиталь. Там она обучается. Обученная модель отправляется в госпиталь B. и так далее. Проходится по всем целым участникам этого совместного обучения. Но этот подход оказался тут самым слабеньким. Вот он. Более усовершенствованный вариант, когда вот это вот итеративное, институционное, инкрементивное обучение происходит циклично. То есть несколько итераций проходится. И этот вариант уже чуть получше оказался. Ну а наш федеративный леунинг, он вот здесь. И мы можем видеть, что результаты, в принципе, сопоставимы с вариантом, если бы все данные собрали в одном месте и обучили модель, то есть с централизованным обучением. А здесь вот как раз пример того, как федеративный леунинг был использован для создания моделей постановки диагноза COVID-19. Для меня на самом деле было немножко удивительно, что диагноз COVID можно ставить не только по рентгеновским снимкам и компьютерной томографии, но и при помощи УЗИ легких. И здесь вот использовали два датасета. Авторы статьи обучили одну модель работать чисто на рентгенах, другую модель чисто на ультразвуке. И также они поработали над созданием так называемой мультимодальной модели. Под этим они подразумевали модель, которая может ставить диагнозы и по рентгену, и по УЗИ. И, как можно увидеть из результатов, в целом вот эти специализированные модели, они работают, в принципе, так же хорошо, как и при централизованном обучении. Ну вот мультимодальные немножечко, чуть проиграли. В Intel мы также работаем над решениями в сфере федеративного леунинга. У нас есть такой очень свежий продукт OpenFL, который можно найти на GitHub. Это такая некая платформа для того, чтобы обучить модель федеративной, используя популярные диплеунинг-фреймворки, как TensorFlow 2 и PyTorch. Уже есть достаточно много примеров, поэтому, если вам это интересно, можете тоже заглянуть. Ну, на этом у меня все, что я подготовила. У нас осталось немножечко времени на вопросы. Я, наверное, сейчас открою чат, и мы попробуем. Классов у нас на самом деле много поступило. Анна, можно поинтересоваться, какое у вас образование? Я закончила, начнем с того, что я живу, работаю и училась тоже в Нижнем Новгороде. Здесь у нас есть такой хороший университет, как Высшая школа экономики. Я закончила бакалавриат по направлению бизнес-информатика. После бакалавриата я решила, что мне хочется чего-то более технического, и я уже в индустрии пошла на прикладную математику-информатику. Там как раз было также направление, которое немного помогает мне сейчас в работе. Это интеллектуальный анализ данных. Мы там занимались также муштенд-ленингом и другими актуальными направлениями анализа данных. Так, вопрос. Подходят ли данные методы лечения и диагностирования общепринятые исследования безопасности и эффективности, в частности, двойное, слепое, рандомизированное, плацебо-контролированное исследование? Хотелось бы узнать, как вы пришли к работе в своей медицине, с чего начинали карьеру и так далее. Так, я по порядку тогда начну. Так, проходят ли данные методы лечения общепринятые исследования безопасности и эффективности? Да, конечно. То есть, я думаю, у компаний, которые разрабатывают эти решения, у них, конечно же, есть валидации и есть различные, опять же, требования, стандарты и прочее. Я с этой вот такой стороной, сразу скажу, не так хорошо знакома, вот. Вот, поэтому, как бы, ответ да, но подробностями какими-то с вами не могу, к сожалению, поделиться. Поэтому перейду к следующему вопросу. Хотелось бы узнать, как вы пришли к работе с ИИ медициной, с чего начинали карьеру и так далее. Так, ну, начну тогда с вопроса, с чего начинала карьеру. Я, в целом, работала только в компании Intel. Поступила я туда, когда еще была студенткой. В Intel есть такая программа «Летняя школа», когда приглашают студентов. Кстати, я думаю, может, кому-то будет это актуально. Из других городов тоже студенты приветствуются, не только из Нижнего. Когда приглашают студентов на пару месяцев поработать над какими-то задачами, которые можно выбрать из списка, тоже прособеседоваться туда. Я попала в такую программу, и я поняла, что мне очень все понравилось, и работать я тоже хочу в Intel. Потом через несколько месяцев я стала интерном, а потом уже инженером, прошла пару инженерных позиций. И я в начале презентации немножко рассказала про то, как я именно пришла к взаимодействию искусственного интеллекта и медицине. То, что на самом деле я помогаю нашим заказчикам работать с OpenVIN, и многие из них, они как раз реализуют свои проекты в медицине. И поэтому мне пришлось немного также поработать с этими данными, вникнуть в эту тематику. Она, мне кажется, очень такой интересной и актуальной, потому что здоровье, оно актуально всегда. Как относитесь к расшифровыванию ЭКГ-записей на базе искусственного интеллекта? Есть мнение, что данные нововведения очень разленят врачей, якобы у них атрофируют способности с одним расшифровывать. Но тут на самом деле у меня такое позитивное мнение, что есть какие-то задачи, которые, ну, такие довольно рутинные, и врачам, наверное, хотелось бы тоже заниматься какими-то исследованиями. И когда вот эту рутину заменит искусственный интеллект, у них будет для этого больше времени, они будут как-то, возможно, даже больше развиваться. Какие новые программные обеспечения в дальнейшем будут внедряться для врачебной работы? Особенно интересует работа нейросети в ФЛГ-кабинетах и так далее. Ну, тут на самом деле я тоже не скажу, что я могу отвечать за прям всю вот сферу медицин, потому что каждая компания, они предлагают какое-то свое решение. Вот. Поэтому давайте просто последим за какими-то новостями. Очевидно, что неправильное применение машин-ленинга для манипуляции со здоровьем человека влечет за собой гораздо больше рисков и моральной ответственности, чем неправильное применение машин-ленинга, например, в ритейле. Да, согласна, что действительно все, что связано с нашим здоровьем, это очень трепетно, очень важно. И опять же, тут можно вернуться к тому вопросу про какие-то требования, которые проходят данные системы. Конечно, у них есть определенная сертификация, определенные требования к тому софту, который они используют при разработке. Но, с другой стороны, по сути, человеческий фактор тоже подразумевает наличие каких-то ошибок. Обычный врач, как любой человек, может также ошибиться, например. Ну, я думаю, что в ритейле тоже, возможно, какие-то ошибки могут повлечь в серьезные последствия, кстати говоря. Никто не умрет, если Рексис Вайлдберрис прекомендует шляпу вместо джинсов. Но, я думаю, возможно, может кто-то и расстроится или почувствует себя оскорбленным. Кто знает. Как регулировать применение машин-ленинга медицине законом? Это тоже такой комплексный вопрос, потому что, я думаю, что есть в каждой стране свое законодательство и даже какое-то региональное законодательство. Я, честно сказать, не так с вот этой вот правовой сферой знакома, но я думаю, что к сбору данных, опять же, есть какие-то требования. Опять же, вопрос приватности. Каким софтом пользуетесь в Интеле для машин-ленинг? Ну, мы вот как раз разрабатываем софт OpenVIN. Если вам интересно ускорять нейронные сети, можете обратить на него внимание. Какие еще разработчики и разработчицы работают в вашей команде, кроме машин-ленинг, AI-инженеров? Ну, на самом деле, у нас как раз команда, связанная с AI, то есть у нас у всех, в принципе, должность диплелинг-софтвей инженер. Но есть еще проект-менеджеры, конечно, как без них. Общеизвестно, что в основе современного искусственного интеллекта лежат большие данные. Не приведет ли то, что некоторые категории населения окажутся недостаточно представлены в обучающих выборках к тому, что данные системы будут предоставлять менее качественную терапию? Ну, я на самом деле склонна к тому, что внутри человека каждый человек имеет примерно те же органы, что и другой человек. Я не знаю, насколько вообще есть какая-то разница. Не знаю, то есть, может быть, конечно, есть, например, разница какая-то между детьми и взрослыми. Но, опять же, я не гораздо тут утверждать. Клиенты Intel в сфере медицины и другие компании или непосредственно медучреждения. Другие компании обычно. Доходят ли эти нововведения в регионе, кроме Москвы и СПБ? Так сложилось, что я работаю в основном сейчас с какими-то зарубежными заказчиками. Но они, опять же, продают свои продукты. А куда они уже продают эти продукты? У меня такой информации нет. Неважно, какие модели, неважно, какая точность, супертехнологии, задача в сфере охранения ИРФ. Это все полностью бесполезно. Это такой, видимо, крик души. Пока на продукции не будет получено регистрационное удостоверение ИРУ в качестве медицинского изделия и от Росздравнадзора. Видимо, у нас есть весьма сведущие пользователи. Может, Линтл поможет заказчикам, пользователям технологии OpenBin и получении данного ИРУ? Смотрите, OpenBin у нас вообще это такой продукт. Он просто ускоряет нейронные сети. Неважно, что эти нейронные сети делают. То есть у нас есть заказчики не только вообще из здравоохранения, из видеонаблюдения, из того же ритейла, каких-то производств. И мы на самом деле даем только такой инструмент для разработчиков. То есть мы полную цепочку не прослеживаем. Сервисы Intel предоставляются как API или как локально запускающиеся программы. Данный продукт OpenBin – это как раз именно API. Какие SPPVR используют технологии OpenBin ВРФ? Можно, пожалуйста, уточнить расшифровку этой аббревиатуры? И вот Афаназий, он послал нам расшифровку. Так, какие системы поддержки принятия врачебных решений используют технологии? Ну, честно сказать, я тоже тут не сильна, потому что мы помогаем компаниям. А как они дальше, какие у них каналы сбыток, то и уже заказчики наших заказчиков мы немного не отслеживаем. Вот, поэтому, к сожалению, не знаю, не могу ответить. Конечно, было бы действительно интересно на это посмотреть, но такой статистики у меня нет. Возможно, еще, опять же, вот мы, например, сейчас помогаем кому-то какой-то solution ускорять, разрабатывать. Да, но должно пройти время, чтобы это все вышло в продакшн, чтобы это как-то кто-то это все купил. Это же тоже, это такое, есть небольшая задержка в этом. Что означает ML? Machine Learning или машинное обучение. Так, пришел вопрос? Можете, пожалуйста, сделать мастер-класс по OpenVIN и Federated Learning, задачи, кейсы, ответы на вопросы. Это, видимо, вопрос и тебе, и мне. Да, я не против. Мы обсудим этот вопрос еще с Анной и посмотрим, как так вообще с расписанием, с графиком у Анны или ее коллег будет. Если получится, это будет вообще замечательно. Надеюсь, что Анна видит сейчас, что этот вопрос вообще очень живой. Отклик у наших слушателей вызывает. И очень-очень много вопросов. Да, мне очень приятно, на самом деле, читать такие глубокие вопросы порой, на которые даже, может быть, я не совсем знаю ответ. А вот планируется ли делать хакатон по Data Science от вашей команды? Думаю, что Intel сам проводит какие-то хакатоны как компания. Организатором, скорее всего, не является Анна, а есть специальные, специальные люди. И я думаю, что вы можете это найти на сайтах, которые специализируются на этом. То есть, может быть, официальный сайт Intel или же агрегаторы, которые собирают хакатоны. Да, это совершенно верный ответ. Спасибо. А вы сейчас на удаленке работаете или вовсе я? Вот на удаленке. У нас в Нижнем Новгороде, если вы смотрите статистику по коронавирусу, мы там первые после Москвы, вот, у нас не все так радостно, к сожалению, пока. Ну, я, как видите, работаю с пляжа. Идеально. Да, идеально. Ну, конечно, шучу, я тоже из дома. И сейчас еще один вопрос. Скорее комментарий. Я занимаюсь Data Science, но не думал, что он применим к операциям. Ничего себе. То есть, сейчас, мне кажется, сложнее придумать область, куда Data Science нельзя применить. Потому что сейчас это везде. Все пытаются внедрить в какой-то свой бизнес технологии и Data Science, и Deep Learning, и прочее. Во-первых, спасибо большое, Анне, за то, что ты подключилась, подготовила для нас реально такую интересную презентацию. Так, спасибо всем слушателям за то, что вы задавали вопросы, активно участвовали. И сейчас можешь, пожалуйста, посмотреть, там пошли благодарности. Да, спасибо всем за внимание. Я надеюсь, было интересно, и вы что-то новое узнали, может быть, что-то вас вдохновит или вдохновило. И спасибо еще раз за вопросы. И спасибо, что пригласили. Было очень приятно поработать. Так, ребят, я сейчас отправлю вам ссылку на фидбэк. Вот, видите, наш сайт и фидбэк. Вот, почему я постоянно прошу вас заполнить нашу анкету, потому что если вы оставите какие-то комментарии и напишите там еще раз благодарность для Анны, то я потом смогу показать это всем нашим будущим спикерам и сказать, вот смотрите, такие лекции интересны, людям нравятся и людям полезны. Все. На этом я больше вопросов не вижу, и время у нас уже подходит к концу. Всем еще раз хорошего вечера, прекрасного настроения и спасибо большое всем.